Приветствую всех на канале Нина Русарт и в этом выпуске мы с вами нарисуем вот такой экспрессивный сюжет. Если этот сюжет нравится, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались и давайте приступим к рисованию. Начинаем мы, как обычно, с построения и сначала определим, где у нас будет располагаться птица калибри. Наклон птицы, это вот головка и тело с хвостиком идут приблизительно где-то вот по такой линии. Следовательно, мы намечаем эту линию. Цветок у нас, соответственно, будет располагаться где-то вот в этой части. Мы его пока не прорисовываем, просто так засечку сделали, что отметили, что он у нас находится вот здесь. Теперь нам нужно простроить саму птицу. Я отмеряю, например, вот это расстояние, у меня такого расстояния птичка. И вот это расстояние я делю приблизительно на 4 равные части. Делаю засечки и проверяю. Раз, два, три, четыре, равные. И начинаю с головки. Головка у нас круглой формы. Не то, что круглая, она такая овальная больше. Первая часть, это мы наметили головку. Здесь у нас пойдет шея у птицы. Мы намечаем тело. Тело у нас больше такой грушевидной формы. И мы эту форму с вами отмечаем. В принципе, это тот же вот овал. Только у этого овала немножко форма другая. И далее вот в этой части у нас идет хвостик. Хвостик. Кстати, у меня линия немножко выше пошла. Но смысл остается такой же. Вот она. Хвостик у нас вот сюда уходит. После этого, после того, как мы простроили вот эту приблизительную форму птицы, вот здесь у нас клюв-клюв пойдет. Мы уточняем ее. Здесь темно часто будет. Смотрим внимательно, какой формы у нас птица и простраиваем ее. И вот эта часть, вот эта линия, она у нас задняя. И здесь такая же приблизительная. Идет симметрично ей передняя часть. Вот здесь грудина у нее. Вот здесь хвост. А хвост довольно такой увесистый. Вот здесь будет разного цвета оперения. И вот здесь кончики. Хвост прямой. И вот отсюда, так. Вот эта часть даже короче, чем я нарисовала. Здесь головка. И вот сюда. Вот шея замыкается. Здесь у нас вторая часть. И вот отсюда крыло идет. Смотрим. Наклон крыла вы можете замерить с референса. Я рисую его на глаз. Но чтобы было проще, можно посмотреть на референцию. И крыло. Так, 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 так. Длина крыла где-то вот такая. Вот она крыла у нас. Здесь вот неровная линия. Достаточно зелистое оперение у нас. И второе крыло. Вот здесь оно находится. И идет вот отсюда. Смотрим, какое оно по форме. И повторяем эту форму. Здесь закругляется. Вот таким образом. Глаз у нас находится вот здесь. От глаза идет. Клюв. И клюв уходит в цветок. Клюв идет вот по вот этой линии. От глаза четко. И теперь мы намечаем теперь уже цветок. Цветок у нас, птицы, подлетают прям рядом. И, кстати, размер птицы и цветка приблизительно одинаковый. Если цветок начинается вот где-то вот с этого уровня. И входит вот в эти пределы. Тут у нас еще другие цветы виднеются. Мы, кстати, вот так их наметим, что они у нас здесь есть. И такой цветок здесь у нас еще какие-то его части. Мы их сильно не прорисовываем. Намечаем вот здесь. Основание цветка, где-то стебель, лист. Здесь еще мы видим еще один цветок, который по выходу уже отцвел. И вот здесь вот бутон, который только будет свести, еще полностью не раскрылся листья. На этом наше построение закончено. И мы переходим к цвету. Начнем мы с фона. И для начала фон, конечно, лучше всего смочить. Смачиваем чистой водой. Если есть, то можно воспользоваться плейцем. Птицу я аккуратно обхожу стороной. Бумага у меня с целлюлозом. И нам нужно намешать. Вообще для самих цветов нужен красивый красный цвет. Я сейчас сначала смешиваю кадмий, краплак и карминовый. И, скорее всего, я добавлю охры немножко, либо умороженный. Вот такой красный у нас теплый. Даже сильно коричневый получился. Сделаю еще набросок, чтобы краска растекалась еще больше. Немножко зайду на птицу. На этой стадии я нашу работу высушу. Чтобы перейти в следующий. Обратите внимание, что на хлопке и на целлюлозе мы имеем разные эффекты. На целлюлозе, если вы видите, краска так не впитывается в бумагу, как если бы мы рисовали хлопком. Так, я сейчас возьму для эффектов. Понадавливаю. И в таком состоянии я сейчас высушу лист. Пока сохнет пол, я перейду к птице. Птицы у нас есть белые участки у птицы, а есть коричневатые. Больше оранжевого вот в этой части, здесь коричневый такой цвет. А в хвостике мы видим зеленые оттенки. Сейчас я на хвостик добавлю первым слоем кадмилимонный. Вот сюда. Сюда кадмилимонный. И мы переходим дальше. К тельцу. Я смешаю ухру и кадмий оранжевый. У меня такой цвет получается. Вот такой цвет. Заливку будем делать с кисти. И этот цвет я распределяю по телу птицы. И вот здесь делаем плавный-плавный переход. Дальше уходим в хвостик. Вот сюда. Так, и с хвостика, по идее, вот здесь нужно убрать цвет. Здесь я немного убираю. Так, и вот здесь у нас тоже небольшой участок оранжевого. И здесь оранжевого уходит, ну, такой оранжеватый оттенок в грудку. Дальше вот здесь у нас теплый оттенок такой. Он белый, но при этом не совсем белый. Достаточно теплого оттенка. И уходим в головку. В головке нам нужен больше коричневый. Если есть сиена натуральная, можно воспользоваться ей. Около самого глаза, вот здесь у нас белый участок. Здесь легкая заливка. Крылья и тут достаточно темные. Мы можем сделать цвет за счет коричневого и смешать, например, синим. Сделаем таким цветом первый слой. Первый слой, чтобы нам понять в плане тона легкую заливку. У нас есть еще на крыльях белые участки. Нам нужно будет их сохранить. Поэтому мы сейчас делаем такую легкую коричневую заливку. И потом прорисуем пенье. И с дальним крылом все то же самое. Потом мы это все прорисуем. Вот этот коричневый, вот этот тон коричнево-синий мы берем так же на тени вот сюда. Отключаем тени. Вот здесь у нас идет лапка. Лапки спрятаны. И тень у нас неоднородная. Там есть светлые участки, а есть темные. Темные участки мы еще утемним с вами. Когда будем утемнять крылья. Так, я думаю, можно вернуться к цветку. Вообще даже тут можно сделать наоброск. Добавить различных фактур, побольше сделать. И вот цветка есть светлые части, есть темные. Насмешиваем какой-нибудь такой бородоватый оттенок. И рисуем темные участки. Такими легкими движениями. Так, и вот здесь у нас вот этот цветок. Здесь тоже у нас светлый цветок. И здесь наметим цветок, что он тоже есть. Возьмем еще темнее цвет и нарисуем. Будем делать за счет синего. Я еще добавлю серые пены. В самые темные участки. Я его добавляю. Дети. То же самое вот здесь вот. Этот фиолетовый потом перейдет в зеленый. Сейчас мы это сделаем. И так же здесь сделаем. Так, и зеленый я сделаю, добавлю к этому же цвету. Так, изумрудный. И вот сюда добавляю изумрудного. Так, вот здесь у нас зеленый лист. Сейчас мы его. И вот здесь у нас тоже зеленый ствол. И листья. Можно и майскую зелень в некоторых участках листьев добавлять. Здесь тоже какой-то лист. Здесь еще зелень. Так. И вот здесь у нас есть светлый желтый. Мы сейчас вот так добавляем. И отводим его к лепесткам. Таким образом. И на листья мы тоже можем добавить лимонного вот этого. Все, достаточно. Кстати, можно еще сделать, как будто у нас здесь цветок. Еще один. Так вот. И сейчас будем возвращаться. Добавьте еще наброска, если вам это необходимо. Я посчитала нужным, что в моей работе нужен еще наброск. Я его добавила. И теперь мы переходим снова к птице. Наша задача прорисовать темные участки. И сейчас мы это с вами сделаем. Кстати, вот где клюв, здесь можно еще вот так добавить пушистости цветком. Потому что клюв уходит в цветок, и мы его полностью не видим. И переходим к птице. Смешиваем умбруженную с синим цветом. Либо, если есть... Кстати, если есть сепия, можно воспользоваться и сепией. У меня ее нету. Смешиваем темно-коричневый. В моем случае это вот такой вот цвет. Начинаем рисовать. Смотрим, где у нас темные участки и их рисуем. Так, тут еще рисуем. Рисунок есть. Мы его можем потыкать немножко. Показать, что у птицы есть рисунок. Далее вот здесь можно добавить. Можно добавить имитацию перышек сделать за счет того, что мы смешиваем все те же наши цвета, например, охру и кадмио оранжевый. Но более интенсивно. И, например, в каких-то местах, вот, например, к хвостику, где переходим, сделать такие движения. Показать, что здесь есть перышки, например, много делать не надо, достаточно немножко. И с фанатизма. И далее темный цвет, темно-коричневый, у нас идет по хвостику. Вот в этой части. И тут, заметьте, нам нужно показать светлые перья на крыльях. Для этого мы, когда рисуем вот эту часть хвостика, делаем такие движения. Тем самым мы показываем, что перышки светлые с крылышек заходят немножко на тельце. Здесь также можно показать, что есть светлые перышки. Здесь темные. Здесь также можно показать светлые перья. Так, у нас темный участок еще под глазом. Так, и темный участок вот здесь вот, где хвостик. Так, клюв темный по цвету. И там где-то он теряется. И переходим к крыльям. Для крыльев я беру темный цвет, чуть ли практически, чуть ли не черный. У меня это серая пейна с синим цветом. И рисую вот эту вот основную линию. Так, и теперь нужно красиво, аккуратными движениями нарисовать форму перьев. Так. 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 Продолжение следует... Так, вот этим же темным я подчеркну хвост. Здесь один, здесь делапка. Так, и перехожу ко второму крылу. Самый темный участок это вот здесь, у второго крыла. Дальше у нас идут перья. И обратите внимание, как меняется наклон перьев. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... я чуть-чуть управляю форму головки так и подчеркнем темным цветом основание клюва и нам нужно будет нарисовать глаз кстати можно даже немножко размыть крылья попробовать либо добавить здесь тона что придать такой воздушности таким образом оставлю и рисуем глаз так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...